Итак, мы пополнили счет, сейчас следующие действия наши какие, Александр? Мы заказываем у компании, пользуемся случаем, заказываем 30% бонуса на наши деньги, которые мы пополнили. Опускаемся в самый низ страницы, это наш кабинет, вот в нашем кабинете, когда вошли, в самый низ страницы, опускаемся до конца. С левой стороны получить бонус, кнопочка красная. Первый бонус, приветственный бонус 30%, вот именно его мы будем использовать, нажимаем «Получить бонус», то есть это бонус на каждое пополнение, каждый раз, когда пополнять счет, можно заказывать 30%. И что он нам дает? 30%, то есть от суммы от 500 долларов на счету получается 150 долларов дополнительно будет, то есть на счету будем работать не с 500 долларами уже, а с 650. Какие нюансы этого счета, этого бонуса? Он не является нашим, и чтобы он стал нашим, нужно совершить определенный объем сделок, то есть купли-продажи валюты, чем мы торгуем. Ну, обычно это происходит при моей торговле не раньше, чем через полгода. То есть мне на счет сейчас плюс 30%, было 500, станет 650. То есть 30% денег они докладывают, но мы не можем как бы пользоваться, но выводить сможем не раньше, чем через полгода. Да. И это как бы не в сроке дело, а в объеме сделок, то есть может быть объем сделок и раньше, чем через полгода мы сможем его вывести, то есть он сможет быть нашим стать, а может быть и позже, то есть здесь не фиксировано. Понятно, но основной суммы это не касается, правильно? Основной суммы? Да, основной это свои деньги, то есть ты им распоряжаешь в полном объеме. Все, а эти 30% и проценты, которые капают на них там, да, зарабатываются, они все как бы там находятся? Или именно вот это 150 долларов? Нет, именно эти 150 долларов. А, все, понятно. То, что мы зарабатываем прибыль с этих 30% это наша прибыль. А, отлично, отличные условия, все, хорошо, поняла. Так, принимаем условия. Да, кликаем, принимаем. И вот прописывается какой бонус, каких денег. Кликаем «Зачистить мой бонус» и бонус присоединяется к нашему счету, к основным деньгам. Перейти в кабинет. Он сразу не отображается, бывает, то есть он не сразу отображается? Нет. Хотя сразу получился. Замечательно. То есть все это сумма, которую мы уже будем оперировать во время сделок. Что делаем дальше? То есть мы открыли счет, пополнили счет, заказали бонус. Теперь регистрируемся в системе копирования сделок, с помощью которой будет происходить наше сотрудничество. с левой стороны сервисы компании «Форекс копия системы». Чуть ниже, да. Выше. Выше. Вот, вот это. Ага. Нажимаем. Регистрируемся в системе. Немного ниже. До договора. Договора. Читаем. И клик, и ставим галочку «Я согласен». Чуть выше. Договора сам. Ага. И ниже нам дается выбор, как зарегистрироваться. Либо как «Форекс копий подписчик», либо «Форекс копий трейдер». И еще чуть ниже, вот опустись, пожалуйста. Или как трейдер или подписчик. В данном случае, в нашем случае, мы регистрируемся как «Форекс копий подписчик». Нажимаем на «Форекс копий подписчик». Потому что мы будем отключаться к счету, с которого будет копироваться. То есть, в данном случае, ты являешься подписчиком, я являюсь трейдером. Ставим галочку «СМС оповещение», получается, и зарегистрироваться в этой системе. А что это будет за «СМС оповещение»? Когда я буду подключать тебе, придет «СМС», что такой-то трейдер с таким-то счетом тебя подключил. И же отключил. То есть, именно в этой системе. Ага. Присутствие в этой системе. Угу. Конечно, дорегистрировано. Далее. Сверху горизонтальный мониторинг. Мониторинг. Еще раз нажимаем. Проходим. То есть, сейчас мы ищем мой номер счета, на котором идет работа, из которого копируются сделки, к которым подключаются люди. Ага. С левой стороны, вернее, по центру здесь есть пустое поле счета или имя. Мышку левее. Пустое поле счета или имя. Еще левее. Ага. Вот. Нажимаем мышкой и убиваем номер счета моего 227. Теперь нашлась в системе мой счет, нажимаем на него. И попадаем на страницу мониторинга моего счета. Если опуститься чуть ниже, опустите, пожалуйста, ниже страница. Вот. Информация по трейдеру. Еще чуть ниже. Вот. Номер моего счета 222. Проект обозвал его от марки 2014. И с правой стороны баланс исседства текущего счета. То есть, не стал его правее. 956 не стал его большим делом, чтобы можно было подключать сюда маленькие счета с маленькими позициями, чтобы не выдерживать копирование. Ага. Что мы делаем? Мы смотрим на то, что сколько у нас средств на твоем счету, то есть 650 долларов. Ага. И ориентируемся, смотрим на сколько на моем счету 956. Ага. Делим твои деньги, 650, делим на 956. Получаем коэффициент 0,67. Так, а ну давай я сейчас сделаю это. Скажи мне еще раз, что надо делать. Твои деньги, 650 в твоем счету. Делим на те деньги, которые у меня на счету. 956. Получаем коэффициент 0,67. Ага. До сотых. Все, его запоминаем. Теперь чуть выше поднимаемся. Можно пробиваться по статистике счета, да, по прибыльности там ниже. Ну, наверное, это не так. Так, что мы здесь делаем? Мы сейчас для чего высчитали этот лот? Коэффициент. Коэффициент, да. Для того, чтобы, вот, окошечко есть с правой стороны. Трейдер – подписчик. Трейдер – это я, подписчик – это ты. А ниже есть предложение. При открытии трейдером одного лота на ваш счет будет скопирован один лот. Видишь? Чуть выше. Да. Вот. Да. Вот. Если бы у тебя на счету было также 956 долларов, то мы бы ничего не менялся. У нас бы копировали сделки один к одному. Ага. Так как у тебя поменьше в данном случае, нам нужно здесь сделать коэффициент 0,67. Обычно делаю как трейдер. Один лот меняю на 0,9. Ну, да, или так 0,9 внизу. Нет, 9. Ага. Ага. И мы смотрим, что у нас тут, видишь, предложение изменилось. Скопировано 1,11 стола. А нам нужно, чтобы здесь появилась цифра 0,67. То есть подписчик один лот меняем на 0,6. Как пример, просто приблизительно пока. Ты не поверишь, мы уже попали ровно в точку. Не пришлось долго как бы регулировать лот. Вот, в принципе, вся регулировка. То есть мы оставляем все остальные пункты, то есть все инструменты, ничего не меняем здесь. И отрегулировали лотность, кликаем синяя кнопка подписаться. А вот это вот тут? Это все. То есть используем все инструменты. То есть по тем парам, которым я работаю, все будет копироваться сам. Ага. Подписаться. Подписаться. Окей. Так, теперь что делаем я. Помимо того, что ты ко мне подписалась, ко мне приходят оповещения также. О том, что определенные трейдеры с таким-то номером счета хотят ко мне подписаться. и я у себя в кабинете, сейчас смс не пришла, но вот она пришла. Я захожу к себе в кабинет, у себя на компьютере, и в этой системе нахожу твой счет, что ты ко мне попросилась подписаться. И кликаю либо одобрить, либо отклонить. Не всех подписываю, только тех, которые со мной предварительно поговорили, то есть обсудили, чтобы… То есть здесь чужих нет, неизвестно. Здесь только все, те, которые с которыми пообщался-то. Я кликнул подписаться, тебе пришла, слышу смс-ка. Да. Можешь посчитать ее, что такой трейдер с таким номером счета. Трейдер номер такой-то одобрил вашу заявку на копирование сделок. Да. Все, на данном этапе все. То есть открыли счет, пополнили, заказали бонус, зарегистрировались в системе копирования сделок и подписались под мою работу. Далее как бы здесь по кабинету продвигаться не будем. Нажми, пожалуйста, «Сводная информация». Это да? Да, да, да. Объясню, что на первых парах, на первом этапе инвестор нужно видеть и знать. С правой стороны средства, свободное средство, 650. Общее количество текущих сделок на этот момент ноль. Четвертая строка, видишь? Да. О чем говорит? О том, что мы не в сделках. То есть я сейчас не в работе, сегодня не в ходе сделать, сегодня отдыхаем. Как только здесь общее количество текущих сделок, у тебя появится один, два, там три бывает, не больше. А средства, свободные средства будут убавляться. То есть возможно будет 600, 500, 300, 200, 100, как бы все может быть. Но на это не обращать внимания до тех пор, пока общее количество текущих сделок не станет ноль. То есть во время сделки у нас как бы забираются деньги в залог. Они не фиксируют убыток, они просто забирают в залог. И как только я сделку закрываю, нам возвращают залог и обычно с прибылью. То есть у нас станет, допустим, во время сделки там будет написано, как общее количество текущих сделок один. А средства будет там образно 500. Как только общее количество текущих сделок станет ноль, то есть я закрою сделку, то на нашем счету уже будет 150, ну больше там, 700-750, в зависимости от того, сколько мы заработаем на этой сделке. То есть для инвестора вот нужна вот эта информация. Средства, свободные средства смотреть. Вот. Ну ясно, чтобы не паниковали, когда… Да, да, в этом мы входим в сделки. И вот тут будут графики, да? Здесь будет график, когда войдем в сделки, да. Приходит ежедневный отчет, если у него сделка, то пишет на почту, приходит письмо, что в такой-то сделке, такой-то у нас баланс, средства. Вот. И я, когда сделку закрываю, я обязательно написываюсь в чате, что, ребят, мы закрыли сделку, у нас там плюс такой-то. И уже после этого, в принципе, можно закрыть в кабинет. Здесь сидеть в кабинете, там нет необходимости. Понятно. А где тут выход, кстати, чтобы не закрывать, а вот это? Чуть-чуть ниже, чуть ниже, когда красный вертикальный столбик с левой стороны закончится. Вот, чтоб красный, видишь, выход. Вижу. Все. Так, ну, в принципе, желаю вам успехов, Александр, и нам, вместе с вами. Нам успехов всем, да. Да, чтобы все было классно и легко. Чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было. Ничего не было, да. Хорошо, все, тогда до связи. Все, и пока. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Да. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи.